Сегодня мы с вами поговорим о марке Рише и о моем впечатлении от использования их продукции. У меня на обзоре достаточно много средств, в том числе и линейка по уходу за волосами, и, конечно же, известный на все соцсети скраб кофейный. И перед тем, как мы с вами перейдем к обзору, я вас попрошу, если вы впервые здесь, обязательно подпишитесь на мой канал. Если вы уже подписаны, нажимайте на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться, тогда YouTube всегда будет вас оповещать, как только выйдет мое новое видео, и вы всегда будете самыми первыми в очереди на актуальные бьюти-обзоры, поэтому обязательно это сделайте, а сейчас давайте приступать к обзору. Для волос у меня было три средства, это шампунь, кондиционер и также масло для волос. Давайте начнем по порядку, расскажу вам сначала про шампунь, или давайте, наверное, начнем с упаковки. Упаковка мне очень понравилась, вот такая вот действительно лаконичная, с намеком на Pro-серию, вот мне очень нравятся вот такие упаковки. Если бы я сама выпускала косметику, то, наверное, я бы пошла вот таким вот путем, путем MAC, путем NARS. Очень приятная тоже на ощупь эта упаковка, это Soft Touch пластик. Упакована это все вот такую же аналогичную, лаконичную, картонную упаковку черного цвета. Презентация просто, мне кажется, на 5 с плюсом. Ну, здесь все на любителя, но мне очень нравится. Что же касается шампуня, этот шампунь интересный на вид, он черного цвета, очень хорошо пенится, хотя это органическая марка, но шампуня нужно реально раза в два меньше, чем я обычно использую, и пена огромная, просто сразу на голове, хорошо прочищает, но на этом список позитива, наверное, для меня закончится. Шампунь этот стоит достаточно дорого, но, тем не менее, я не увидела в нем ничего настолько экстраординарного, по крайней мере, для моих волос, и я здесь сразу оговорюсь, тестировала это я только на себе, поэтому мнение у меня субъективное, и основано сугубо на моем опыте использования этих продуктов. Волосы у меня нормальные, не жирные, не какие-то сухие, особенно так, как сейчас у меня короткая стрижка, они редко бывают прям сухие у меня, поэтому, скорее, я отношусь к нормальному типу. Волосы у меня достаточно прямые, легкие, не какие-то там супер объемные, и что касается этого шампуня, то у меня от него абсолютно обычные, скажем так, ощущения, то есть нормально промыл он волосы, хорошо запенился, приятно выглядит, приятно вот выглядит сама упаковка, вот приблизительно как-то так. Что же касается кондиционера для волос, то вот этот продукт мне почему-то категорически не подошел, у него для кондиционера достаточно странная консистенция, и в то же время достаточно странные ощущения на волосах, он очень жидкий, такой вот прям течет по рукам, и в то же время от кондиционера я всегда привыкла получать такое вот как шелковое ощущение, здесь же абсолютно я этого не получаю, то есть волосы после шампуня достаточно хорошо промыты, даже граничит с ощущением, знаете, до скрипа промытые волосы, и после этого хочется, конечно, получить ощущение такое как сглаженного волоса, легкого такого, легко расчесываемого волоса, но я от этого кондиционера, к сожалению, этого не получаю. Здесь указано, что кондиционер в первую очередь питает, но лично я этого тоже на своих волосах не заметила, волосы после него очень сухие, очень непослушные, расчесывать их сложно, короче говоря, кондиционер мне категорически не подошел, даже до той степени, что я перестала им пользоваться через какое-то время, и сейчас вот он практически полный, то есть где-то вот так вот я, наверное, использовала, давала ему много шансов, но я поняла, что это совершенно не мой продукт. Что же касается масла для волос, то оно для моей длины волос достаточно тяжелое, то есть я использую, я знаю, что нужно использовать мало, я использую очень мало, я растираю это все вот так вот между ладошками, потом слегка прохожусь по концам, но все равно для меня это многовато, то есть слишком какое-то ощущение жирности, и в то же время я не вижу, чтобы волосы это как-то действительно трансформировало, чтобы они как-то по-особому блестели, или как-то красивее ложились, то есть, ну нет такого у меня ощущения. Для себя я сделала вывод, что линейка для волос Рише это не мой вариант, и даже не из-за того, что это органическая марка, и как бы она не предполагает наличие там силиконов, или каких-то веществ, которые визуально делают волосы лучше, но на самом деле нет, я пользуюсь другими органическими марками, в том числе и достаточно бюджетными, которые я просто нахожу на полках в магазинах, не заказываю и не гоняюсь там откуда-то издалека, из-за моря там какого-нибудь, то есть банальные средства, которые продаются у нас в магазинах, мне нравятся больше. Теперь давайте расскажу вам о скрабе. Этот скраб на самом деле крайне популярный, как я понимаю, и он завоевал просто все соцсети, на него идет очень активная реклама, и сразу хочу сказать, вот забегая наперед, я в него просто влюбилась окончательно и бесповоротно. У этого скраба такой запах, я не знаю, вот это, наверное, идеальный запах для меня лично, потому что это пахнет кофе с шоколадом, наверное, с таким вот мускатным немножко даже привкусом, запах просто божественный, вот я могу как токсикоман вот так вот сидеть, уткнувшись носом в этот пакет, целый день, и мне никогда, наверное, не надоест этот запах, потому что он просто умопомрачительный, вот абсолютно вам честно и откровенно могу в этом признаться. Что же касается свойства именно этого скраба, как он работает, мне это тоже очень нравится, он маслянистый, при этом очень хорошо отшлифовывает кожу, действительно классно работает, очень круто работает, и также здесь указано, что им можно делать обертывание, то есть он работает как антицеллюлитный скраб, я им несколько раз тоже делала обертывание, в принципе, мне понравилась кожа после него, мягчайшая просто, что касается апельсиновой корки, то тут мне трудно судить, потому что я всегда говорила, что любые антицеллюлитные средства всегда нужно с чем-то сочетать, будь то диета, будь то спорт, будь то массаж, короче говоря, с чем-то, и в любом случае нужно сочетать. В комплексе все это работает, по отдельности я сомневаюсь. Состав у него тоже очень хороший, это кофейные зерна робуста, гималайская розовая соль, тростниковый сахар, масло авокадо, какао масло, масло зародышей пшеницы, масло жажоба, масло виноградных косточек, масло миндаля и масло макадамии, то есть очень обширный масляный состав, и вот именно скрабирующие частички, здесь это зерна робуста, розовая соль и тростниковый сахар. Абсолютно однозначно могу сообщить, что мне вообще не к чему придраться, в плане того, как выглядит этот скраб, как он пахнет и как он работает. Единственный момент, к которому я могу придраться, это к ценовой политике на этот скраб, потому что я провела такое небольшое исследование, на рынке Украины именно. Я не знаю, как обстоят дела в России, но вы можете здесь провести собственное расследование, в кавычках. Но на рынке Украины существует очень много похожих по составу скрабов. Я не нашла ни одного абсолютно аналогичного состава, но я нашла много похожих, там, где также присутствуют кофейные зерна, гималайская соль и разного рода масла. То есть каждый производитель включает разные масла, у кого это будет там масло жажоба плюс масло миндаля, у кого-то это будет масло авокадо плюс еще какое-то там масло, но состав именно в своей базе, то, что это кофейный скраб плюс гималайская соль плюс масла, вот в этой базе составы похожи и в Украине они продаются приблизительно где-то в 4 раза дешевле, чем этот скраб. Я специально связалась с представителем компании решать для того, чтобы уточнить, чем обоснована такая ценовая политика, так как сделать вывод, в принципе, что они просто вот так вот поставили высокий ценник, это проще всего, а на самом деле это может быть обосновано, там, не знаю, качеством масел, к примеру, потому что все знают, что масла есть аптечные какие-то за 5 копеек и есть масла, которые стоят как самолет вообще. Поэтому я решила уточнить, чтобы понять, чем это обосновано, но, к сожалению, ответ я не получила до сих пор, поэтому если я когда-то получу официальный ответ представителя компании, он будет там в описании, поэтому проверяйте. На данный момент могу сказать только то, что скраб мне этот настолько сильно нравится, что у меня даже появляется такое, знаете, как чувство, что нужно его экономить, потому что он может в любой момент закончиться, и мне будет очень жалко, когда он закончится. Но мне все же кажется, что ценник достаточно высокий, по крайней мере, я себе такие скрабы не покупаю. Последнее, о чем хочу рассказать, это о вот таком вот девайсе, это массажная щетка для сухого массажа, то есть массаж выполняется на сухую кожу, перед душем, не распаренную, а вот просто вот обычную кожу в обычном состоянии. На сайте указано, что это дренажная щетка для сухого массажа, борется с целлюлитом и растяжками, выравнивает цвет и текстуру кожи, и что удивительно, я сначала не разобралась, из чего же собственно состоят вот эти ворсинки, и я крайне удивилась, потому что на сайте указано, что это волокна мексиканского кактуса. Действительно, щетка достаточно упругая, и эти волокна, на первый взгляд, да, и на первое вот такое применение, они достаточно царапучие. На сайте указано, что нужно начинать с короткого по времени массажа, и постепенно увеличивать вот этот временной промежуток, пока кожа привыкает. Могу однозначно сказать, что щетка мне нравится, классная работает, действительно, если пользоваться регулярно, я пользуюсь ей каждый день по утрам, я наношу какое-то средство на свои проблемные зоны, будь то какой-то гель, или также я сейчас использую масла, тоже антицеллюлитные, у меня, кстати, в Веледо я купила антицеллюлитное масло, и каждый день начинаю проходиться этой щеткой по направлению снизу вверх, мне нравится эффект, действительно, хорошая щетка, классно работает, и мне кажется, что она таки приносит результат, потому что массаж у меня уже закончился, но при этом я продолжаю пользоваться разными гелями, там скрабами, вот этой массажной щеткой я пользуюсь, и я вижу, что результат продолжает меня радовать, то есть все лучше и лучше тоже становится ситуация, поэтому с удовольствием буду этой щеткой пользоваться, что касается ее стоимости, опять-таки, она не дешевая, но вот конкретно щетку я бы могла рекомендовать за такую цену, потому что это то, что вы покупаете надолго, она будет очень долго вам служить, долго будет работать, и я не знаю, насколько хорошего качества аналогичные щетки, с чего они состоят, вот конкретно эту я протестировал, я знаю, что она классно работает, поэтому если она вам по карману, то я бы все-таки рекомендовала ее купить, потому что она реально работает, и очень приятные от нее ощущения, и я вижу результаты от нее, ну вот в принципе и все, вот такой вот получился у меня обзор, что-то понравилось, что-то не понравилось, ну мне кажется, это обычные вещи, потому что далеко не все продукты на рынке должны нравиться абсолютно всем людям, если вы тоже пользовались чем-то от компании Реше, пожалуйста, напишите ваши отзывы в комментариях, чтобы те, кто посмотрит мой отзыв, могли также еще почерпнуть информацию полезную из комментариев. На этом видео я буду заканчивать, если вам понравился мой обзор, конечно же, ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, в общем-то вы уже знаете, что вам нужно сделать, и мы тогда с вами увидимся в следующих моих видео.